Спасибо за аплодисменты, друзья! Друзья, это программа «Черное зеркало» и я, ее ведущий, Евгений Киселев. Как всегда, мне помогает мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман. Как всегда, у нас здесь в студии есть политики, депутаты парламента, представители разных политических партий, фракций, политологи, журналисты. Ну и, как говорится, помолившись Богу, начиная. У нас неделя была на редкость бурная, полная разными событиями. Причем, я бы сказал, что многие события, которых мы ждали, в результате почему-то не случились, не произошли, но зато случились другие, не менее драматические. Ну а события внутриполитические в этой студии, как правило, приводят к таким бурным и долгим дискуссиям, что из них потом бывает очень трудно вырулить на какие-то другие темы. Поэтому, как я говорил, анонсируя наш сегодняшний выпуск в ходе программы подробностей, мне бы хотелось начать с одного очень важного события, которое, конечно же, имеет отношение и к внутренней политике, имеет, так сказать, внутриполитический аспект. Но это событие очень важное и международное. Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Париж во Францию в интервью одному из французских телеканалов, а именно телеканалу Айтеле, заявил о намерении провести в Украине референдум о вступлении страны в НАТО. Это, конечно, очень большая новость, и сам президент сказал, что для него этот вопрос фундаментальный. Сразу же появились на эту тему различные комментарии. Мне бы хотелось услышать, что думают по этому поводу присутствующие здесь политики. Ну, начнем с вас. От Блоку Петра Порошенко, Иван Винник. Знаете, ну, это природное, что президент хочет почути думку народа по такому важному вопросу. И, понятно, для того, чтобы выкрасить любые инсинуации из этого привода, особенно с боку нашего певнично-схидного агрессивного сусида, понятно, что нужно провести соответствующий плейбисцит, чтобы, соответственно, народ Украины дав свою оцинку на то, что происходит. В парламенте, что нужно для вступа в НАТО, мы уже сделали, были внесены соответствующие изменения к закону Украины о засаде национальной безопасности, которая позволяет Украине сегодня двигаться шляхом до НАТО, работать соответствующие изменения нашего ВПК, делать реформы в армии, и, естественно, в любой момент быть готовыми стать членом Певнично-схидного агрессивного агрессивного сусида. Поэтому я считаю, что эта заявка президента говорит о том, что он слышит думку народа и полностью поважает. Но сразу встречный вопрос, готовы ли НАТО, чтобы мы стали членом Альянса? Мы слышали много заяв с этого привода. Мы слышали, что мы слышим и застережение, что НАТО не берут страны, где есть внутренние конфликты. Однако у нас нет внутреннего конфликта, как вы знаете, у нас есть агрессия Российской Федерации против независимости суверенции Украины, а не поважение территориальной ценности. Многие эксперты говорят, что таких тем более не берут в НАТО. А мы доведем всему свету и этим всем экспертам, что нас возьмут. Вы что-то до смеха разговаривали, ваш политический оппонент. Это я обращаюсь к депутату оппозиционного оборудования. По-перше, мне кажется, что самый плебисцит относительно вступа или не вступа Украины до НАТО он, мабуть, и нужен, но, как говорят, на сегодня он не на часе. Это не наиболее актуальное вопрос нашего сегодняшнего развития. По-друге, именно президент Франции, кажется, несколько месяцев назад открыто заявил, что в НАТО нас никто не ждет. И относительно того, что не принимаются любые страны, которые имеют конфликты относительно своих кордонов. Поэтому вступить сейчас до НАТО, мне кажется, это невозможно, даже если будет проведен плебисцит. А мне кажется, что для нас очень важны на сегодняшний день вопросы экономических реформ, вопросы конституционной реформы, вопросы децентрализации влади и так далее. Поэтому, ну, как на мне. 90 миллиардов гривен витратили на сектор безопасности и обороны. Эти деньги было бы варто витратить на реформы. Конечно. А почему же вы это не сделали? В том, если мы вступим в НАТО, нам не нужно будет витрачать такие деньги. Нас там не ждут, вы понимаете? Нас там не ждут. Я перепрошу, шановые коллеги. Мы принимаем желание, мы себе протаре. Пожалуйста, Александр, вступайте. Александр, это будет очень скоро. Когда нас возьмут в НАТО, тогда мы эти деньги витратим на реформу. Я хочу вспомнить, что в липні 2013 года партия Батьківщина провела великий форум, зібрала подписи и сдала их в ЦВК, что до проведения референдума вступа до НАТО. Бо мы понимаем, что вступ до НАТО – это система защиты страны от агрессора. Это в первую очередь не НАТО, а защиты. Это понимали все украинцы. И давайте відверто скажем, что за часы нападу на Украину и той войны, яка идет, уровень поддержки населенной вступа до НАТО – больше, чем подвоился. И тому хочу сказать, что нам нужно сделать. Буквально вчера представители НАТО сказали, что, на жаль, мы из Украины не получили никакого вернования. Это по-перше. По-друге, все мы знаем, что действительно нужно улучшить ситуацию військовой ситуации на Сходе. Действительно, про никакие реформы не может идти речь, когда мы до 90 млрд витрачаем на оборону. И эта война не имеет никакой перспективы. И мы понимаем все, что ожидали миру. И поэтому для нас, для Украины, вступ для НАТО – это система нашего защиты. И поэтому, я думаю, что нужно президенту не только ожидать этот референдум, растягивать этот час, а уже сегодня подавать необходимые документы и к стране готовиться. Потому что на это есть воля народа. Это показывает референдум. У нас есть Минские угоды. Мы должны требовать от противоположной стороны выполнения Минских угод. И мы должны сами выполнять Минские угоды. Что нам ждать? Я вам хочу... На випадах Минских... Я должен, я по Минским угодам скажу. Когда страна стоит на порозе воинской агрессии. Уявите себе инвестор, который должен в Украину привезти деньги, когда он не знает, что мы должны защищать эти инвестиции в Украине. На сегодняшний день мы подписали Минские угоды за участие в президенте Франции. И мы сегодня ставим вопрос, чтобы мы четко выяснили, как мы защищаем страну. Что до меморандума в Минске, я хочу сказать, нагадать только сегодняшний суд по Надеи Савченко. Вы и сегодня, и сегодня, пан Скорик, пан Скорик, вы заживали? Пан Скорик, я перепрошу, мы будем говорить чуть позже. Даже один из адвокатов, Савченко и Илья Новиков, нам должны быть подтвердили, что Минские угоды не выходят. Раз уж вы, Александр, заговорили о России, мы, к сожалению, согласитесь всем, мы должны думать о том, какую реакцию это вызовет в России. Мы должны быть готовы к эскалации конфликта на востоке Украины, как ответ на наши стремления к НАТО. Я с вами абсолютно согласен. Я за НАТО двумя руками думаю, что Евгений точно так же. Я хочу сказать, что у нас завжди, это ведь у тебя наимолодшего брата, сгадайте такие сравнения Ирландии и Англии. Она была в очень схожей ситуации. Нет, я не говорю идти на поводу, Александр, я не говорю идти на поводу. Я говорю о том, что мы можем что-то предупредить, какие-то вопросы. Мы хотим, чтобы мы были, как Абхазия, чтобы мы были страной, которая не мала своего памяти, своей мовы, своей истории, чтобы молодой у них была, так, как у них была, секс, наркотики и все еще. Больше ничего не было. А мы хотим, чтобы у нас была молодой, так, и остается секс, но еще была возможность ездить по-закордону, працювать, мать, знать мовы и мать свое будущее. Абхазия, я хочу обратить вашу внимание, что вообще никогда не можно говорить, что нас здесь кто-то не ждет. Мы должны быть проактивными и никогда не ховать голову в песок. Потому что, я вам могу сказать, когда мы были нашей делегацией украинской вместе с молодыми депутатами между фракционным объединением Еврооптимистов в Польши, мы встретились с президентом Польши. И президент Польши нам навев пример. Сказал, что своего времени Польшу так же никто не ждет в Европейском Союзе. Но что мы видим? Польша успешно смогла провести реформи. Польша вступила в Европейский Союз, где ее так же никогда не ждали там. Поэтому говорить о том, что нас где-то не ждут сидеть и просто не отвечать на это, мы надеемся с оборонным депутатом. На этом депутатом президент Польши, что закон про реализацию ООН УПАПу герешает двусторонние отношения Украины и Польши. Иван, давайте договоримся модерировать, здесь будем мы и Евгений. Я и Евгений. Если вы хотите сами для себя сказать, я вас даже не слышала. Вы торкнулись в вопросе Польши. Если вы говорите про Польшу, на этом неделе президент Польши заявил, что закон принятый Верховной Радой стосовно реализации ООН УПАП погрешает двусторонние отношения Украины и Польши. Это было не было. Вы понимаете, вы что президент Польши в Верховной Раде, это просто вышуканная была промова, которая показала, что в каждой стране находятся точки дотику, не я чую, но я чую весь зал, вся страна чула. И он видит в Украине ближних друзей. Поэтому не перекручьте. Я хочу сказать, что нужно дружить с всеми. Мы не говорим, что в России все нам враги. Нам враг каждый, кто приходит воювать и хочет разъединять нашу Украину. Это и наш враг. Кто приходит и убивает наших детей. Это и враг. А не означает, что вся страна является врагом. Мы должны объявить им войну, а не сказать, что они враги, и сидеть тихо. Знаете, если бы Янукович не так разрушил армию и не столько вкрав грошей, мы бы хотя бы 15 месяцев, и вы в Украине, которая никого не объявляет. Давайте я, как колишний секретар парламенту попереднего откликания Комитета национальной безопасности и обороны, а вы, знаете, сейчас занимаете эту посаду, очень приятно. И в моем кабинете, до речи. Можете загадывать желание? Гарный месяц. Так я хочу сказать, что, действительно, оппозиционный блок будет стоять на этой позиции. На той позиции, на которой стоят его выборцы. Действительно, большая часть граждан на сходе страны не желает вступа в Украину в НАТО. И они просто подиграют этим настроем. Но наше завдание – поламать тот стереотип, который своего времени сформировал Янукович, вместе с своей бригадой на сходе, про то, что НАТО – это зло. Нам нужно объяснить, что коллективные системы безопасности – это сегодня наиболее, наиболее эффективней и наиболее, и наиболее для страны механизм защищения кордона. Другой – что? Коллективные системы безопасности, как НАТО – это дополнительная, конкуренция для экономики страны. Потому что это гарантирует первую предназначительность безопасности в стране. Это гарантирует гарантию для инвестиций. И третье – это стандарты. Новые стандарты. Стандарты в войскою справа. Я перепрошу, очень важная информация. Я вчера говорил с заступником министра обороны по тилу. Зараз у Державного резерву України находятся кілька миллионов банок, консерв, мяса, которые предназначаются для наших войскових. Министерство обороны України вместе с урядом аж целый год оформляло документы, чтобы безкоштовно передать нашим бойцам эти резервы, которые есть в Державном резерве Украины. Я тривалий час боролся за то, чтобы быстрее этот процесс. Документы подписаны. Мы можем это мясо передать. И мне, честно говоря, не понимали это саботование протягом последних периодов, кількох месяцев, в том, чтобы забраться. А потом я проанализовал ситуацию. Почему же это происходит? А очень просто. Конечно, удобнее купить на тендере, с откатом, заработать деньги, а не взять то, что откладывалось руками. А знаете, почему еще вы вернули? Потому что никто не покаранный. Жодная человек не покарана. Не покаранный Сейн-Лабайс, не покаранный за сбитый летак, не покаранный за Донецкий аэропорт, за Дебальцево. Жодный не покаранный військовым часом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просит слово Константин Матейченко, который у нас первый раз, он не привык к тому, что здесь многие уже ветераны движения, так сказать, часто бывают в студии, и умеют брать, как говорится, слово сами, в свои руки. Пожалуйста. Вы знаете, только что коллега по парламенту только что сказал фразу о том, что многие на Востоке не хотят вступления в НАТО. Я хочу вас поправить, это немножко не так. Может быть, как-то было по-другому раньше, как вы говорите. Сейчас народ на Донбассе, я сам коренной житель Артемовска, уже им все равно, куда вступать. Им главное мир. И то, что, допустим, до этого мы видели в России братского соседа, все поняли на Донбассе, что он далеко не братский. И поэтому сейчас, наверное, все уже люди, даже на Донбассе, понимают, что вступление в НАТО – это гарантия безопасности. И главное – мир. Вы это точно не понимаете? Вот как раз к вопросу о том, о чем вы говорите. Чтобы немножко, чуточку более предметно было, я попрошу моих коллег, которые сейчас за режиссерским пультом находятся, показать нам свежие данные социологов. Вот результаты опроса, который провел центр имени Разумкова относительно вступления в НАТО. Вот, посмотрите. 43,3% опрошенных за, против 31,6%. 13,3% не голосовали бы, колеблются, затрудняются с ответом 11,6%. Ну, со своей стороны... Ну, нужно отметить, что здесь нет голосов жителей Донецкой и Луганской областей, и Крыма, естественно. За исключением Крыма, которые не контролируются правительством Украины. оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Но смотрите, тенденция какая. За сейчас 43,3%, год назад было 36,7%, четыре года назад всего 17,9%. То есть... Тенденция на повышение. Тенденция на повышение. И это первый случай, первый опрос, когда количество тех, кто за вступление в НАТО, больше тех, кто против. Почему такая тенденция? Потому что мы уникальная страна, мы, наверное, единственная страна в Европе, у которой нет системы безопасности, нет гарантии системы безопасности. Она разрушена. Потому что Будапештский меморандум, он оказался, скажем так, ложным, или не обеспечил гарантии. Других международных договорных у нас тоже нет систем безопасности. Мы не подписывали. Мы не члены коллективной системы безопасности, ни одной. Так? И тут возникает развилка. Либо мы формируем свою систему национальной безопасности, но это очень дорогая вещь. Это надо понимать. С такой экономикой, которая сегодня у нас, мы такую систему не сможем создать. Либо система коллективной безопасности. С такой коррупцией. Поэтому... Это первое. Поэтому референдум... Я за референдум, но с какой поправкой? Он должен быть действительно поводом для предметного анализа, предметных дебатов относительно будущего системы нашей национальной безопасности. Тут не надо друг друга... Тут все хотят Украине добра. Я бы со своей стороны добавил, Вадим, что это еще повод для того, чтобы всерьез поговорить с обществом о том, что такое Североатлантический Алияк. Так вот, я хочу... Вот Сергей просто говорил о том, что это там типа со времен Януковича сидит в головах людей. Это не со времен Януковича, это советские времена. Это 30 с лишним лет советской пропаганды, которую с момента создания НАТО вдалбливали людям в голову, что это агрессивный военно-политический блок. Так вот, смотрите, как раз вот то, что можно действительно и нужно больше знать. можно быть не членом НАТО, но можно плотно работать в системе коллективной, в Североатлантической системе безопасности. Если вы член НАТО, вы только получаете две вещи, преимущества. Первое. Это размещение ракет на территории Украины. То, что больше не обещается. Не правильно, правильно. Не обязательно. Нет, но то, что... То, что боится Россия. То, что Россия боится, это раз. И во-вторых, статья пятая Вашингтонского договора. Так, если агрессия, значит коллективная защита со стороны НАТО. В принципе, в принципе. На территории новых членов, новых государств, членов НАТО, НАТОвские базы не размещены. И это большой вопрос. Ракеты не размещены, и это большой вопрос. Да, вот почему. Как раз вот это сись... Членство... Еще раз говорю. Еще раз говорю. Можно быть не членом НАТО, но можно иметь очень плотное отношение с НАТО. Господин Карасов, вы утвердите. Подождите. Подождите. Вы сейчас просто обманываете людей в прямом эфире. Объясню почему. Системы ПРО это американские системы, они не НАТОвские. Они размещаются на основе... И тоже так... Подождите, секундочку. Вы сейчас сказали абсолютно некорректную вещь. Системы ПРО это американские системы, которые размещаются на основе двухсторонних договоренностей. Ну вы откуда? Ну какая разница? Вот послушайте, я говорю о своей стране. Понимаете, в чём дело? Мне не нужны внешние содействия. Я поэтому не могу сказать о своей стране. Ракеты. Вы можете не оборачиваться, а режиссер это сделает за вас. Да. Это ракеты. Вот, еще раз говорю. Можно плотно. Вы, еще раз говорю. Вы приехали. Мы немножко... А ну подождите, мы здесь модерируем. Ладно? Давайте, давайте, давайте предоставим слово представителю государства, члена НАТО. Здесь у нас, хочу просто представить всем, это Питер Залмай, человек, который на самом деле родом с Украины. Правильно я говорю, Питер? Да? Но он американский политический эксперт, директор евразийской демократической инициативы, есть такая американская организация. Вы сами из Донецка родом, да? Я родом из Донецка, я уехал, когда в достаточно юном возрасте, я уехал с целью обучения в Соединенных Штатах Америки. И там остались вы? Хорошо, ну вот рассудите спорчиков. Ну, знаете, я с самого начала должен заметить, что я тоже как патриот своей страны, и Украины, я тоже считаю своей страной, конечно же, с самого начала, если бы вернуться в прошлое, я хотел бы, чтобы Украина никогда не сдавала свой ядерный арсенал, я хотел бы, чтобы Украина с самого начала вступила в НАТО, и считаю, что действительно, если бы это произошло, сейчас бы не было речи о утере Крыма, и не было речи о этой братвоубийственной войне, которую мы имеем сейчас в Донбассе. Тем не менее, сейчас мы представлены перед фактом. Мне просто интересно у наших коллег узнать так яро и пламенно выступивших в поддержку этой идеи о вступлении в НАТО все-таки, о каком вступлении в НАТО сейчас может идти речь, если ни Америка, ни Европа не готовы предоставить даже оборонительное оружие Украине, с тем, чтобы Украина просто держала линию фронта. О каком вступлении в НАТО может идти речь? Мой коллега, известный политолог российский Андрей Пьянковский, может вы слышали его, он часто приводит такой пример, что Северная Корея с ее, как он выражается, ведром ядерных помоев успешно шантажирует весь мир, имея вот такой смехотворный арсенал. Россия со своим арсеналом ядерным, подумайте, как она отреагирует на вот такое заявление, на такое вот решение о вступлении в НАТО. Какой будет ответ России? И если вы говорите о вступлении в НАТО, действительно ли можно ожидать и в какие сроки можно ожидать этого решения? Я просто не представляю себе этот процесс. Наш коллега здесь из Грузии, который присутствует, мы имели возможность поговорить немножко перед этой встречей. Мне тоже было, может быть, интересно услышать от вас с момента прихода к власти Михаила Саакашвили. Я уверен, что Грузия, и знаю, активно добивает, добивалась и добивается вступление в НАТО. Это не произошло. Ни Грузия после этой агрессии 2008 года и утери двух территорий не вступила, ни Украина. И я думаю, что ей это просто сейчас не светит. Вы знаете, и опять-таки возвращаясь к теме... Мы упустили, когда момент, тогда момент был хороший, получить ПДЧ. Но мы упустили этот момент, а сейчас ситуация другая в мире. Ну, и заметьте вот это положение о коллективной безопасности, да, в частности, что касается прибалтийских государств. Вот задайте себе такой вопрос. Если будет ограниченный ядерный удар по Таллину или по Вильнюсу, или даже по Варшаве, готова ли будет НАТО, готова ли будет Альянс к ответному ядерному удару по Альянсу? Ваш ответ. Ваш ответ. Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Даже в случае атаки на член Альянса сейчас, как такого, как Эстония, Европа не будет готова к развязыванию Третьей мировой войны с Россией. Так, а хорошо. А как будет делаться Европа? В таком случае, Ваш прогноз? Я думаю, что прогнозировать просто невозможно сейчас. Я могу только прогнозировать абсолютную несостоятельность на то, что касается положения коллективной безопасности. Это положение находит... Почему Вы наказываете очередной миф? Дозвольте... Как Вы видите эту процедуру приятия в Гринзе на реальном уровне? Я считаю, что это объективная вещь. Это тоже же предпосылки. Я считаю, что это ваше вопрос, шановные коллеги. Во-первых, прошу не спекуливать про тактичные ядерные удары. Потому что в России, в России, в России, в России, час на принятие решения о ядерных ударах, он больше, чем тревожность до льда ракеты соответствующей территории Соединенных Штатов Америки на соответствующую шахту, по которой будет приниматься решение. Это первая теза. Другая теза. Что до вступа в НАТО. Например, мы можем взять пример Швеции, которая не является членом НАТО, но полностью их оборона в галузь, полностью вступить в НАТО, если будет соответствующая полиция, если будет соответствующая воля, если будут соответствующие загрозы, которые будут по отношению к странам, которые находятся рядом с Швецией. Так же и Украина сегодня получила план о том, что до критерии перехода нашей армии, нашего ВПК, реформы Министерства обороны, чтобы мы были готовы полностью взаимодействовать с силами НАТО. А что касается украинского ВПК, прошу не забывайте, что у нас очень много технологий, которые системно уничтожили за 20 лет. Хочу напомнить, что пан Саламатин, который руковал Министерством обороны и руководитель концерна Укроборонпром нечедавно получил героя в России. Наверное, надзвучайно великие достижения на территории Украины. Вы сразу тогда скажите, насколько большой этот разрыв между требованиями НАТО и то, что мы имеем на сегодняшний день. А каком временном промежутке идет армия, которая эффективно стримует элитные сухопутные войска второй и наибольшой армии в мире. Надо говорить конкретно, что эта линия размежения это все, что более чем конкретный вопрос, сколько нашей стране понадобится времени, учить наши темпы, чтобы стать достойными, то требуем пан Муженко официально сказал, что мы не воюем с регулярными войсками Российской Федерации. Но когда вы скажете, что пан Муженко нещодавно перераховал конкретные войсковые частини, утворения, которые находятся на территории Украины. Мы не ведем боевых действий с регулярными войсками Российской Федерации. Что вы говорите, я читал на Украинской правде. Мне подобается Украинская правда. Потому что сейчас Украинские договоры. подобается Украинская правда. Почему-то у нас сегодня вообще молчит и ничего не говорит Юрий Левченко. Даже как-то непривычный Юрий не готов к вступлению в НАТО в Партию Свободы. Я вот тут слушаю просто дискуссию и насправді никто еще не сказав ключовый момент. Знаете, я хотел бы зазначити. Пытание же не настолько в якости войск. Не в организации войск. Питание не в фантазии по ядрене удары. Насправді питание поляга в том, что НАТО нас не будет брать, пока они не будут уверены в том, что вся информация, которая передается нашему Генштабу, не остановится через 10 секунд в Кремле. Пока они не будут в этом 100% уверены, то ни по яким разумови про НАТО нет смысла говорить. Поэтому надо делать все возможное, надо наближаться, надо делать все стандарты, абсолютно, референдум проводить, я думаю, пошлиже, потому что нас таки, что позволяют ухвалить правильное решение. Но если не будет нормальной иллюстрации в руководстве армии, если не будет нормальной иллюстрации в Генштабе, если не будет нормального кадрового подбора, а не те самые люди, которые сидели 10 лет назад и создавали Москву, все сидят. Вы знаете, Юрий, вы очень мне помогли, потому что я как раз хотел задать еще одну тему, которая вытекает из всей дискуссии, развернувшись в студии. Ведь поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь все-таки НАТО это не просто военная организация, это политическая прежде всего организация, и к стране, которая вступает в НАТО, предъявляется огромный длинный список политических требований. То есть это должно быть еще и демократическое государство с разделением властей, с независимым судом, с независимыми сми, государство, в котором побеждена коррупция, наконец. Чтобы не было спекуляций что нам там очень много в плане армейской организации, в плане бюджета, витраты на оборону и так далее. Например, Туреччина. Туреччина в момент вступила в НАТО, ее армия была, мягко говоря, не очень сильно приятнена с другими армиями, которые уже были в НАТО. Но ее приняли, потому что были уверены в том, что это страна, которая не будет передавать интересы НАТО, других стран этого блоку, в Москве, что это геополитический союзник. Понимаете? И были уверены в каждом офицере турецкого штаба. С точки зрения политической, социально-экономической готовы Украина? Приклад Туреччины. Приклад Туреччины. Туреччина мает конфликт с республикой Кипр. И Туреччина не отдает республике Кипр ее территорию. Как НАТО решило проблему республики Кипр, которая члена Евросоюза? И Кипр не члена НАТО. Если вы не получите информацию, то не говорите. Республика Кипр не членом НАТО? Вы просто помиляете. Греция членом Кипра 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 занимает наш американский гость украинского происхождения справедливо замечает, что конфликт там был между Грецией членом НАТО и Турцией. Членом НАТО на той момент так само. Это один выпадок очень интересный в истории Калининсу. Если помните изменяем Питер, то после этого конкурс это членом было принято политическое решение принимать новых членов СНГ, если есть конфликт между СНГ. Конфликт был заморожен на многие годы. На самом деле мы имеем это Приднестровье на севере Кипра уже почти 100%. Можно манипуляция у нас такая отбывается? Послушайте еще раз. Если вы не разбираетесь историей, то почитайте Википедию, поднимите свой уровень знаний. Еще раз наголошую, Республика Кипр является независимой страной, которая не является членом НАТО. Греция принимала участие в конфликте. На момент конфликта Республики Кипра, когда турецкие войска напали на Республику Кипра, то Греция и Туреччина были членами НАТО. И это очень интересный момент. Но война шла между Туреччиной и Республикой Кипр независимой Кипр. Я хочу сказать первое, если политическое решение будет и народу Украины вступать до НАТО, это политическое решение. Но то, что вы сказали домашнее задачение этих реформ, которые нам нужно вчера было делать. Чтобы не сказать, что я агент Кремля, мы взяли и я тоже, два агента, как стабилизовать экономику и вывести территорию стройкового возрастания. Віденский Институт Международных Экономических Дослежений. Буквально фразами домашнее задание, как учитель написал в дневнику. Формальное ухваление таргетирования инфляции, которое терапично сопровождает режим гнучкового курса обмена, остается поражным гаслом, в то время ревен инфляции превышает 30%, а традиционные инструменты монетарной политики остаются неэффективными. Далее, что до увеличения тарифов, однако за оцинками они также приятяты инфляции из поживших цин на 9 пунктов этого года, а от же еще больше покупательную большинство людей в Украине. А тут страх написан для нас. Оце нас не пустят в НАТО. У той же час важно пометать, что, зважаючи на широко расповсюджену корупцию в Украине, значная часть на европейс будет распространена або разкрадено. Наверное, широкомасштабная финансовая допомога за кордону не принесет очекованные переваги для украинской экономики, если она не сопроводится широкою низкою реформ. Однако, при подвижении тарифов, ставите первое вопрос социального захвата. Я еще хочу сказать в этом докладе или нет? Хоть что-то позитивное, положительное есть, хоть какой-то лучший надежный? Или только негатив? Нема жодного, но тут есть завдание. Как уряду при подвижении тарифов ставить всем лечильники, делать серьезное утепление домов, а не просто. А мы переглянем эти тарифы. А можно, что неэффективность и військовых витрат? Эффективность військовых витрат есть и без того достаточно сумнівной, даже если только то, что Украина реально не способна выиграть фактически вот эту гибридную войну. Россия, независимо от того, будет вызвать у них військовые витрати. Тобто, они мают до нас серьезные претензии. Это и наше домашнее завдание. И тому, независимо от того, президент будет проводить реформу. А мы повинні не агентами друг друга кричати, а каждое питание домашнего завдання выполнено. Сергей, а вот я прошу прощения, другой Сергей, я еще не дал наоборот, Сергей дай-дай высказаться. Вот вы, как политтехнолог, взялись бы провести успешный референдум, или скажем так, политтехнологичный обеспечить успешный референдум в поддержку вступления Украины в НАПР? Вы знаете, при наличии времени и средств можно добиться всего, чего угодно, особенно, если, скажем так, есть необходимые ресурсы, но мне хотелось сказать... референдум за вступление в таможенный союз? Ну, нет, с этим сложнее, с этим надо вернуть Януковича и полностью выключить свободу слова. Но в такой ситуации можно проводить такой референдум, как был Прикучме. Технологические решения У нас помнят референдум Прикучме, я, например, его не помню, я помню, кто как результаты оглашали. Реального не было, его сымитировали. Но я хочу сказать о другом. Смотрите, мне очень не нравится сам подход, при котором, скажем так, представители власти ищут панацею. Вот, я согласен, я не против НАТО. Это прекрасный клуб, в который надо вступить. Но в этот клуб нас не зовут. И не зовут именно потому, что мы туда просимся, надо не проситься. Более того, я хочу привести пример. Он должен стать достойным. Да. Я хочу привести пример. Какой пример? Очень-очень древний пример. Есть страна, которая находится в центре Европы и она не вступает в НАТО, ей нет необходимости, потому что система внутренней безопасности у нее построена лучше всех. Это Швейцария. И есть страна, которая находится под постоянной агрессией, находится в окружении 22 врагов. Это Израиль, она тоже не член НАТО. И я думаю, что не панацея НАТО. Надо прежде всего начинать с себя. Причем уровень безопасности надо смотреть на Израиль и на Швейцарию, надо начинать с ответственных, вооруженных и способных себя защищать грамм. постоянно нахожусь. И это первый уровень. Просто возьмите и примите закон о легализации оружия, если вы ответственны, такой непопулярный, потому что с этого начинается система безопасности. А у нас сейчас будут рассказывать, что нас все друг друга перестреляют, что люди, вышедшие в этой стране... Цей закон зараз не популярный только у Влади. Да. У всех людей они уже понимают. Я не знал, что все будет простатично. И потом, я не знал, про Швейцарий, но Швейцария не имеет кордона с Российской Федерацией, и Швейцария оточена членами... Израиль. Израиль мает в основном из невинной территории Пенестейна, то есть внутренний конфликт. Поэтому вопрос по НАТО, вы сами сказали, что они вступать не могут. Но я не большой специалист в ядерных ударах, что когда долетит, когда взорвает и так далее. Но сегодня мы понимали очень четко. Будапештский меморандум потерял свою чинность. Как бы свят не замовчил свою историю, но нужно признать, Минские угоды это прикрытие истории с ликвидацией Будапештского меморандума. Это отвергнение нашей внимания. Это первое. Другое вопрос. Надо понимать, что украинская экономика стоит перед чутким выбором. А какая коллективная безопасность будет завтра? Чи это будет НАТО? Чи мы створим свои спецподраздели, которые дадут возможность защитить свою страну? И понятно, что в этих вопросах надо вследно каждому граждану Украины понимать. Это высокие выдавки. Что первый вариант, что другой. И президент не может сегодня принять такое решение, враховывая нашу экономичную ситуацию. Поэтому он должен сегодня получать у народа в одном доверии на перепрофилирование бюджета под ту или иную стратегическую задачу. Только тогда, когда мы поставим перед собой высокую цель, мы обеспечим безопасность Украины, тогда будет интерес даже украинских бизнесменов виймать гроши за кордон и вкладывать в бизнес. Потому что сегодня давайте відверто говорить. Кто сегодня будет вкладывать гроши при кордоне, скажем, при фронтовой территории? Как бы вы не говорили, АТО, не АТО. Там и агресор, там и войска, там и небезпека наступов и на Маріуполь, и на Харків. Поэтому вопросы стоят в другом. Если мы не даем безопасность Украине, инвестиции в Украину не пойдут, даже внутренние. Поэтому тут однозначно президент поставил правильное и чистое вопрос. С народом нужно порадиться и вызвать. Я бы больше сказал, и радикальная партия про это говорит, давайте у народа спитаем, а может нам взагалі восстановить ядерную программу? А почему нет? Я думаю, что потенциал науковый у нас достатнь. Иншее питание, что у нас на сегодняшний день технология втрачена, потому что мы все отдали. Вибачте, у света был Будапештский меморандум, который был обязан, в том числе, Россия. Россия должна защищаться. Мы свободно отменилися от такого стратегичного стратегичного бюджета. Поэтому еще и еще питание. А вам бы я просто взять украинскую сторону в гражданин Украины, депутат Верховной Ради Украины, а не Российской Федерации. Я бы хотел бы поместить, что мы хотим героя Российской Федерации. У нас уже есть такие проблемы. Давайте подведем риску. Первое. Золотые слова про то, что украинцам нужно дать оружие. Золотые слова. Вы не так все с оружием. Не перебивайте. Давайте будете перебиваться на перебитальный парк, если хотите. У меня не перебивайте. что песен под векнами, как на Майдане попередньому, никто не будет спевать. Другое. Будапештский меморандум, и это нужно визнать сегодня, был великой историчной разводкой Украины. Крапка. Те, что там было записано, и зачем мы отдали ядерную оружие, и получили какие-то крихты, на которые мы не смогли модернизировать, которые были разкрадены, и которые не позволили нам модернизировать наши Збройные Сили Украины, это плюнули украинцам в обличье. Перше. Друге, я зарееструвал законопроект про вихід Украины из документов, которые предоставят неядерный статус нашей государства. Я вивчал глибоко это вопрос Мы можем поновить ядерный статус. А Кравчука, который отдал ядерную оружие, нужно судить за то, что он не обменял отдачу ядерной оружие на членство в НАТО. Это могло быть равном обмен, и это нужно, чтобы было в свой час предметом для серьезной дипломатичной войско-дипломатичной угодки. И последнее, и последнее, я скажу. Одну секундочку. Немає альтернативы коллективной системной безопасности. Я зараз думаю про то, как защитить свой народ от Путіна и Росії, где настрои антиукраинские увеличиваются с каждым днем. Пожалуйста, Тарас Загородний тоже новый человек у нас в студии. Он терпеливо ждет слова. про ядерное оружие вспоминать. Все должны быть прагматичны. Украинцы вообще любят жить какими-то иллюзиями. Оружие ядерное в первую очередь настаивали, чтобы мы отдали России. Это были американцы. Давайте не будем говорить. Они требовали это. Было бы давление, было бы экономические санкции. Давайте без иллюзий будем. Оказались бы в положении Ирана. Второе, второе нужно понимать. Если бы даже у нас сейчас было ядерное оружие, предположим, у России есть арсенал в 10 раз больше. И был бы вопрос. Вы готовы наносить удар по России, например. А вопрос бы стоял, а мы не готовы, например, нанести удар. Тут вопрос в другом. Касательно НАТО. Украинцы, опять же, часто пытаются подменить форму содержания. Давайте будем прагматичны. Но не вступим мы в НАТО минимум 5-10 лет. По одной простой причине. Потому что европейские страны, как Германия и Франция, являются пророссийскими. Они естественные союзники России. Они привыкли иметь дело с Россией. Ну, с Германией сейчас немножко сложнее дело. То, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, это просто исключение. Если бы не надавили Соединенные Штаты Америки, да, разделили бы Украину и даже бы не говорили ни о чем. Второе. Деньги, которые хотим потратить на референдум, лучше направить на первую очередь на перевооружение армии. Говорят, референдум можно провести, не тратив на него ни копейки. Ну, не бывает, так это миллиард гривен. Вместе с местными выборами. Ну, это как бы, это политиканство в данный момент. Почему? Потому что мы сейчас не решим вопрос, потому что трагматичнее надо относиться к жизни. Пока не будет армии, пока не будет нормального пока не будет нормального УПК. Пока не почувствуют силу с нашей стороны, никто нас брать не будет. Я прошу, я на этом говорю. Это чисто провокация и демагогия. Вот сидит коллега с Артемьевского. Артемьевск звільняли выключено мисливской оружием и звільняли противозбройных террористов. Поэтому не нужно говорить, потому что что-то украинцы сделать не смогут. А что касается ядерной оружи, которую мы не можем сегодня отновить, мы можем это сделать очень быстро. на молотанах. Иван, я нахожусь в том, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Давайте не будем сразу объявить человека провокацией. Евгений Алексеевич, у вас все, кто с вами не согласен, тут же провокация. Евгений Алексеевич, можно ли? Да, пожалуйста. Я во первых. Вопрос в настроениях. Что, извините меня, пожалуйста. Вся страна всегда, мы должны, это, ну, известно еще из Библии, да? Как ты говоришь, как ты задумываешь, так в своей жизни у тебя и случается. Как мы идем? Мы говорим о том, что мы хотим единую страну. Мы хотим Европейский Союз. Мы хотим свою страну нормальную оставить своим детям и внукам. Сидят и говорят, ничего 9 лет не будет. Сидите, слушайте Россию. А я не хочу. Я знаю, что они нас не уважают. Они хотят, чтобы мы стали рабами. Чтобы наши люди туда, астербайты, в море ездили. Не хочу. Я хочу, чтобы наши ребята ездили на равном образовании в Польшу, в Чехию, в Францию и так далее. Пожалуйста. Абсолютно согласен с Александром Владимировной. Правильно все. Так, но, понимаете, нужен все-таки референдум для чего? Для того, чтобы хотя бы обсудить в общенациональной дискуссии проблему номер один для Украины сегодня. Это проблема безопасности. Национальной безопасности, общественной безопасности, индивидуальной безопасности и так далее. Это первое. Во-вторых, надо, чтобы этот разговор был более предметным и профессиональным. Потому что, все-таки, мы должны понимать, приоритет администрации Обамы, приоритет любой администрации президента, это нераспространение ядерного оружия. Не дадут они нам возобновить ядерный цикл. Не дадут они нам сделать свое ядерное оружие. Это у них приоритет номер один. Это два. Третий момент. Решаем, решаем, еще раз, решаем. Проблема национальной и коллективной безопасности. Что можем сегодня уже получить? Комбинированный ответ. И коллективную безопасность сделать, и национальную безопасность сделать. Реформировать армию, получать терпи. Правильно. Третий момент. А почему мы не можем подумать, что через какое-то время будет еще одна система безопасности? Континентальная система безопасности. Чем сейчас думают во Франции, в Германии? Есть североатлантическая система безопасности. Континентальная, национальная. Но если гибридная война, то, наверное, гибридная должна быть система безопасности сегодня для Украины. У нас для Украины нет, я бы сказал, какого-то универсального рецепта. Мы уникальная страна, поэтому и система безопасности у нас должна быть и будет. Вот какой-то украинской, а не такой, как была в Польше, извините. Ну, я хотел бы, чтобы как Польша была, но не будет. Знаете, я абсолютно согласен, что Украина когда-нибудь должна, наверное, стать членом НАТО. Но понимаете, для того, чтобы проводить референдум или становиться членом НАТО, надо провести очень глубинную реформу, и не только в армии. Там настолько сложные стандарты, Грузия уже 15 лет идет по этому пути. Грузия, кстати, прошел референдум 7 лет назад, и 85% населения поддержало вступление страны в НАТО. Это такая, ну вот, декларативная вещь, которая необходима во время этого процесса. Но Грузия все равно сейчас, несмотря на то, что армия полностью совместима с НАТО, политическая система является удовлетворяющей. И так далее, все равно Грузии надо еще определенное время, и довольно немаленько. Скажу больше, вступить в НАТО гораздо сложнее, чем вступить в ЕС. Там больше требований, больше стандартов. Для начала надо... А почему сначала все страны постсоветские вступили в НАТО, а потом в ЕС? Да, потому что это было политическое решение, принятое со стороны руководства Североатлантического альянса. Но прошли страны и туда, и сюда. Вы стали себе запрещены. Вы стали себе запрещены. Это ускорило их вступление в ЕС после вступления. Уже были закрыты глаза на какие-то экономические трудности. Это вот такие стандарты. Есть еще один очень важный момент, который надо учесть. Что помимо всего, когда все это будет сделано, для начала, прежде чем здесь обсуждать, лучше бы политические лидеры, которые здесь есть, пошли бы и пытались бы начать программы по обучению украинских военных, которые должны стать позвоночником этой армии. И так далее. Чем обсуждать, нужен референдум сейчас или не нужен, это вы должны делать в комиссии. Мы все сказали, что нужно. Это надо обсуждать. Все за этим. Но самое важное, еще раз говорю, вы теряете время, теряете ритм. А теряя время, это приведет к проблеме. Можно, 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 пожалуйста. Господа, пожалуйста, прервемся на рекламу и потом продолжим наш разговор. Хорошо. Хорошо. Еще раз спасибо гости, дорогие друзья мои хорошие, за аплодисменты. Это программа... Черное зеркало. Это программа Черное зеркало. Вдруг по Фрейду вспомнилось название предыдущей программы, которую я раньше когда-то вел на Интере. Это программа Черное зеркало. Ведет ее Евгений Киселев вместе с Алексеем Лихманом. У нас здесь в студии, как всегда, политики, журналисты. И, как я обещал, в самом начале программы, когда Александр Кужель заговорил о судьбе Надежды Савченко, мы сейчас об этом с вами должны поговорить, потому что с нами на связь вышел один из адвокатов Надежды, Илья Новиков. Он находится в московской телестудии. Илья, добрый вечер. Слышите ли вы меня? Добрый вечер. Добрый вечер. Илья, скажите, пожалуйста, в чем суть новых обвинений, которые сегодня окончательно предъявлены Надежде Савченко Следственным комитетом? У нас есть две новости. Первая ожидаемая, вторая такой более сюрприз. Ожидаемая состоит в том, что ей наконец-то предъявили официальное обвинение в переходе границы России. То есть то, что изначально было операцией прикрытия для ее похитителей, сейчас стало обвинением против нее самой. Это статья 322 УК. Сегодня Следственный комитет подвел черту под этой историей. Да, она действительно обвиняется в переходе границы. То есть правильно ли я понимаю, что это не ее выкрали, привезли в Россию, а она сама туда пришла и была арестована уже вот как нелегальный эмигрант, так сказать? Версия следствия сводится к тому, что поскольку нет записи о том, что она легально переходила к границу России, и она как-то оказалась в России, значит она пришла ее сама. Если коротко, то вот так. Хорошо, а в чем неожиданность? Неожиданность в том, что они все-таки модифицировали свое обвинение. Если они раньше исходили из того, что Савченко должна была сама своими ногами прийти в поселок Металлист и увидеть там живую работающую съемочную группу ВГТРК, и по телефону сообщить об этом командиру Айдару Миличуку, то в модифицированном виде это выглядит так, что она залезла утром на вышку телефонной связи, на башню, и с высоты 150 метров в бинокль неустановленного образца увидела происходящее на блокпосту поселка Металлист расстояние 3,5 километра. После чего по системе связи неустановленной конструкции сообщила об их координатах тому же самому Миличуку. То есть такой получается Надежда Супермен, который на расстоянии 3,5 километров, даже через мощный бинокль, способен все внимательно разглядеть. Так получается? Совершенно верно. Это было сделано для того, чтобы хоть как-то смягчить противоречия, которые у них уже вылезли к этому времени между их версией и теми фактами, которые мы установили. Мы совершенно определенно знаем, что в 10.44 Надежда уже была в центре Луганска. И чтобы хоть как-то замаскировать вот эти вот дырки, которые торчат из их версии, была придумана история с телевышкой. Ну хорошо. А скажите, пожалуйста, вы знакомы с интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором он подробно говорил о судьбе Савченко? Я знаком. Я не считаю, что он говорил подробно. Я считаю, что это была дымовая завеса. Поскольку люди, которые обращаются к нам за комментариями этой истории, все однозначно восприняли слова министра, как то, что Савченко будет включена в акт Госдумы об амнистии по случаю Дня Победы. Так вот, это определенно не так. Все, что имел в виду Лавров, сводится к тому, что, возможно, когда-нибудь в будущем, после приговора суда, который обязательно состоится, Савченко будет включена в список людей, которым применяется амнистия по итогам Минских соглашений. Но так это или нет, они решат потом. Поэтому к тому, что происходит сейчас и к позиции Следственного комитета, это все не имеет ни малейшего отношения. А что Вы можете сказать по поводу истории с письмом Надежды Савченко, в котором она подтверждает свое доверие к Вашей адвокатской команде? Почему вообще возникла необходимость в этом письме? Необходимость возникла постольку, поскольку начальник Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк накануне дал интервью, в котором он высказался в том смысле, что адвокаты Савченко, то есть мы, я, Марк Фигин и Николай Полозов, заинтересованы в том, что как можно дольше тянуть это дело, и реальности не делают ничего для того, чтобы Савченко освободить. И поскольку это официальные слова официального лица, мы были вынуждены поставить перед одеждой вопроса доверие. Она подтвердила, что доверяет нам, и мы можем работать дальше, исходя из этого. Ну хорошо, вот в связи с этим... И очень надеемся, что СБУ в дальнейшем будет сотрудничать с нами. Кстати, а что, сотрудничает или не сотрудничает? Мы не вполне довольны тем, в каком темпе это делается. Действительно, мы получаем документы от СБУ через нашего киевского коллегу Александра Полхотнюка, но все это тянется неделями, а, к сожалению, нам приходится реагировать очень оперативно. Потому что, например, когда возникл сюжет с тем, что Савченко якобы пыталась священника, такой отец Владимир Морецкий, которого захватил прям в отдаленный этап 25 мая. Вот для того, чтобы обосновать документально то, что этот человек оболгал ее, то, что они никогда не встречались, нам потребовалось запросить документы от СБУ. И на то, чтобы их получить, у нас ушло, по-моему, недели три общей сложности. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы у нас было больше взаимопонимания, больше сотрудничества с следственной частью СБУ, чтобы все это происходило в каком-то оперативном ключе, не в таком растянутом по времени. Ну вот у меня к вам вопрос, Илья. Скажите, пожалуйста, я просто отталкиваюсь от того интервью, которое дал тот самый генерал Василий Вовк к Украинскому средству массовой информации, аналитической службы новостей. Он в частности заявил, что в России адвокат не может работать против системы. Вот вы действительно не можете работать против системы? Илья, мы прекрасно работаем против системы. Я считаю, что тот статус, который сегодня имеет Савченко, ту поддержку, которую он имеет, она смогла получить во многом благодаря тому, что мы, адвокаты, обеспечивали связь между ней и украинцами. Мы можем посмотреть для сравнения на судьбу тех украинцев, которые преследуются в России примерно в том же ключе, что и Савченко, на Сенцова и его группу, на Сергея Литвинова и на прочих. И мы видим, что будучи лишены вот такой нормальной, лояльной адвокатуры, будучи обслуживаемой только защитниками, которых представляло им следствие, они на сегодня мало кому известны и практически не пользуются той поддержкой, на которой могли бы рассчитывать, ну, в общем, по тем же причинам, по которым и Савченко. Поэтому наша работа. И это, безусловно, работа против системы. Господин Волк сказал, что адвокат в России, он не уточнял, это вы, или это Фейгин, или это Полозов, но адвокат в России не в состоянии сегодня защищать Надю в полную силу. У вас действительно есть проблема защищать, неважно, это Надежда Савченко или кто-то другой, человек неугодный, в полную силу? Украинский в России. Вилья. Нет. У нас, безусловно, есть проблема, у нас, безусловно, есть проблема, но эта проблема ограничивается исключительно тем, насколько человек далеко готов пойти. С самого начала, когда мы трое взялись за дело с Савченко, мы понимали, что мы столкнемся с какими-то препятствиями, с какими-то попытками противодействовать нам, обязательно столкнемся с черным пиаром, но на наше усилие это никак не влияет. Я не сказал бы, что был хоть один случай за все эти 10 месяцев, когда мы занимаемся этим делом, когда мы отказались бы от какого-то нашего плана, от какого-то хода в пользу Надежды, только потому, что опасались бы какие-то последствия для себя лично. Это абсолютно точно не так. Евгений, а вы знаете, что Илья родом с Украины, и, по-моему, в Запорожье, правильно, Илья, когда мы встречались? Я хочу, чтобы мы его все поприветствовали, это наш стержень. И поблагодарили за все, что вы делаете. Илья, скажите, пожалуйста, вы лично ощущаете, скажем так, политическое давление? Может быть, угрозы? Опасаетесь ли вы, извините, не хочу сглазить, но опасаетесь ли вы за свою безопасность? Илья. Дело в том, что я, видимо, нахожусь в более мягком положении, чем мои коллеги Марка Фейгин и Николай Ползов. Мы все получаем угрозы, но это угрозы, которые мы не можем пока что рассматривать всерьез. Они подвергаются давлению, связанному с тем, что до этого они или дело пусть и рают. И это позволяет как таким нашим условным государственникам, так и нашим условным либералам кидать в них камни с разной стороны. Поскольку государственники говорят, что плохо, что они вообще их защищали. Либералы говорят, что они их плохо защищали, не так защищали. И, конечно, мы подвергаемся и критике, и просто откровенному поливанию грязью. Но эта часть профессии, в принципе, нам это не мешает. Нам в значительной степени помешало бы, если бы в случае с Надеждой органы следствия, тюремные органы работали так, как они работают, например, по Алексею Чернию. Это другой украинец, который он защищал. Он на этой неделе получил приговор к 7 годам лишения свободы. И эти 7 лет были еще мягким наказанием в связи с тем, что он заключил сделку со следствием. Так вот, к Алексею Чернию ни адвоката, ни консула, имеется в виду адвоката независимого, приглашенного семьей, не пускали вплоть до конца следствия. Консул впервые виделся с ним через несколько месяцев после его ареста. Другой человек, Николай Карпюк, тоже из Украины, он не виделся с консулом в течение более чем года с момента его ареста. И я, адвокат, который пригласил его о семье, тоже не могу с ним сейчас пройти. И, поскольку власти в тюремной системе, которая сейчас находится, говорят, что для этого нужно разрешение следствия. Но следствие невозможно получить. Ну, последний вопрос, последний вопрос, Илья, наверное. Если бы так изолировали, как их, мы не смогли бы ничего сделать. Последний вопрос, просто у нас кончается время связи. У вас нет ощущения, я понимаю, что этот вопрос трудный, может быть неприятный, но у вас нет ощущения, что все-таки обвинительный приговор по делу Надежды Савченко предрешен? Я абсолютно уверен, что он предрешен. И это никак не влияет на нашу работу, поскольку мы прекрасно понимаем, что освобождение Надежды это вопрос не суда и не доказательств в суде, а это вопрос поддержки политического давления на руководство России. Мы сейчас работаем на то, чтобы обеспечить эту поддержку и обеспечить доказательную базу, информационную базу, прежде всего, тем политикам, которые пытаются это давление оказать. И слова министра Лаврова о том, что Надежда, возможно, будет освобождена по амнистии, это результат того, что Кремль ощущает это давление совершенно определенно. И даже через санкции экономические, в первую очередь. Приголовь при этом может быть абсолютно любой. Это не важно. От этого вы их не опускаете? Нет, конечно. Спасибо вам. Мы с самого начала понимали, с чем мы имеем дело. Спасибо Илья, спасибо вам за работу и общение. Я надеюсь, что, посмотрев на этого молодого человека, мы как-то, так сказать, все здесь укрепились в вере, что просто так ее не бросят в беде. Вы знаете, там замечательные... Хотя, если мы убедились, мы и в другом, что приговор будет, и вряд ли она выйдет. Но вот то, что говорит господин Вовк, честно говоря, на мой взгляд, дурно пахнет. Вы знаете, я хочу извиниться, я возьму это под личный контроль. У меня что-то уже длинная история с господином Вовком, которая открыла на меня криминальное дело, что присутствовало при обыске у своего помощника. Это когда это? А вот буквально месяц назад открыто, сейчас и допрашивали вот недавно моего мужа. Вопрос в том, что немножечко они перегнули свою работу. Нашим СБУ больше сепаратистами надо заниматься, и террористами, а не заниматься такими вот комментариями. Я думаю, что я обращусь к господину Вовку и попрошу господина Наливайченко, который наш друг и по Майдану, чтобы все-таки они вот эти вот замечания учли. Я хочу сказать об этих ребятах. Мы были на многих судах у Надежды. На последние не успеваем, потому что они только утром сообщают, когда будет суд. То есть мы не успеваем долетать. Надежда член нашей команды. Вы знаете, она народный депутат от фракции Батькивщина. Она член ПАРЭ. И нужно сказать огромное спасибо всем европейским странам. И ПАРЭ все заняли очень жесткую позицию по Надежде. Последнее заявление было на 132-й ассамблее межпарламентской в Ханое. Все страны стоя аплодировали, когда принимали декларацию и за Украину, и за Надежду Савченко. Россия ничего не смогла сделать. Но, что я хочу сказать. Там же есть и Сенцов, там есть другие. Мы слышим, ребята. Вопрос заключается абсолютно в том, что там нету суда. Суда нет. Это политический вопрос. С одной стороны, мне стыдно. Европа и Америка, очень многие страны приняли серьезные санкции. Тратят их бизнес, да? Они теряют экономически. Мы приняли с вами в сентябре законопроект в прошлом созыве. И до сих пор ни одной санкции со стороны Украины не принято. И это серьезный вопрос. Мы должны дожимать всеми возможными методами, чтобы они чувствовали себя, чтобы и Путина окружение дожимало его в части освобождения Нади Савченко. Ну и то, что Надя до сих пор и наши ребята... Вы не преувеличиваете ли влияние путинского окружения на президента России? Не преувеличиваю, потому что всегда любая свита начинает роптать, и любого царя убивало как раз его украшение. Поэтому всегда, когда им становится плохо, это очень опасно. Потому что всесильность, это, знаете, это обманчивый такой момент. Ну, в России царей убивали еще и народовольцы, и большевики. Ну, тех истребили, а осталось окружение. Поэтому я еще что хочу сказать. Что показывает еще арест Нади? Это как раз и слабость, слабкость минских домовленостей. Тобто, от той пункт, який мы говорили, что обмена, да, 100% полоненными, он показывается, что даже в той частини он не выполняется. Но я знаю, как Украина сегодня поддерживает, есть сайт, есть целая группа людей, есть молодь, которая понимает, что такие, как Надя Савченко, это наиболее... Александр, вопрос к вам и ко всем присутствующим. Украина на сегодняшний день... Украина на сегодняшний день сделала все необходимое и возможное для того, чтобы Савченко была освобождена. Все международные обращения, парламенту надо низкий поклон, вот от нашей всей фракции, все члены команды, коалиции поддерживали. Любые обращения, все было. Что мы не сделали? Мы не сделали свои санкции. И это стыдно, перед европейскими и другими краинами световыми. И все-таки мы должны... Вот то, что он сказал. Работа СБУ, работа МЗС, да, это многие те вопросы, которые не дотягиваются. Но сегодня мы знаем, что комитет Конгресса принял резолюцию тоже по надежде ШСА, и он будет выносить ее на Конгресс на обсуждение. То есть нам нужно еще и принятие решения... Ну, хорошо, будет список Савченко, есть список Магнитского, будет список Савченко, да? Да, список надежды Савченко. Но, знаете, вот убийц Магнитского, адвоката Магнитского, которого замучили буквально в тюрьме... Да, матросская тишина. ...в матросской тишине, совершенно верно. Ну, надежда уже победила Путина. Надежда Путина победила, он не ожидал такой стойкости от женщины. Он просто не знает, что украинские женщины всю жизнь Украину на себе вытягивали. Поэтому такое поведение, это поведение страны. Украина, это женщина. Вот Надя сегодня символизирует страну. Пожалуйста, я хочу голосовать вам додать, что не только коалиция проголосовала за все звердения стосовно пани Надея, вы сказали про коалицию, опозиции, опозиционный блок чётко и следовательно поддерживал все голосования стосовно пани Надея. Я вважаю, что вы знаете, буквально две секунды, что наши ток-шоу должны шукать шляхи до объединения страны. Вот я вважаю, что это вопрос, что это вопрос, это вопрос, на котором могут объединяться любые политические силы, несмотря на их политическое завершение. И про полоненных мы тоже неодноразово сказали. Я понимаю, что у нас сегодня короткий термин нашей встречи. Я хотел еще одно вопрос поднять, я вважаю, что нас может объединять. На следующем неделе выполняется речница трагических событий в Одессе. 2 травня 2014 года в Одессе произошло массовое убийство людей. Мы с 9 грудня, наша фракция, обратится к всех фракций коалиции. Стосовно того, чтобы мы поновили работу Тимчасовой следственной комиссии и помогли следственным органам, которые не нашли на сегодняшний день жодного винуватца и саме от посадовых людей, и СБУ, и МВС, и Генпрокуратури, звучат слова про то, что эти люди почти сами себе спалили. Я думаю, что если мы сделаем таким образом, чтобы каждая фракция коалиции, я обратюсь к вам, шановые коллеги. Дайте своих представителей, вот у нас наступный сессийный неделю начинается с 10-13 травня. Давайте по-новому эту Тимчасовую следственную комиссию и дамо общество ответ, что произошло в Одессе. Я вважаю, что мы должны искать те точки, которые действительно могут объединять общество. Эти вопросы, они действительно могут объединять общество, все политические силы, независимо... Кстати, я не меньше хочу услышать, кто убил Небесную Сотню. И это вопросы любого убийства. И Кузины, и Калашникова. Я хочу, чтобы органы отвечали, чтобы была безопасность Екатеринцева. Мы не должны их противставлять. Мы не должны их противставлять. Чтобы страна была законной для жизни. Я противставляю. Коллеги, я хочу, если можно, вернуть... Выбачьте себя трёхки с дневным, если на прямом дискуссии. Я бы хотел также сказать несколько добрых слов в адрес российской команды адвокатов Надежды Савченко. Вы знаете, во время зимней парламентской ассамблеи ОБСЕ возникла идея организовать брифинг с Верой Савченко и с адвокатами Савченко для парламентариев более чем 40 стран, представителей ОБСЕ. И я могу сказать, что российская команда откликнулась немедленно. И вы знаете, что интересно? Тонус заявлений Марка Фейгина, вот резкость этих заявлений, она не уступала резкости заявлений украинской делегации. Это было очень приятно. Если позволите... Да, конечно, я же буду. Вот наша Надя, которая находится за решёткой, находится в плену у Путина. Есть лакмусовой бумажечкой наших настоящих последовательных действий и эффективности наших действий внутри страны. Я хочу сделать заявление о преступлении. Из-за таких преступлений падает украинский авторитет. Из-за таких преступлений может разваливаться коалиция. В марте предыдущего года, через несколько недель после победы Майдана, когда на Донбассе уже было жарко, Министерство внутренних дел возбуждает дело против Курченко и двух компаний. ГАЗ-2020 и ВТЭК. Принимает решение передать нефтепродукты Курченко в размере 115 тысяч тонн на сумму 1,5 миллиарда гривен некой государственной структуры, которая проводит, внимание, инспекцию и определяет часть этих нефтепродуктов, так называемой, даёт им статус жёлтой воды. Принимает решение, что оказывается... Что значит жёлтой воды, в России? Ослиная моча, условно говоря. Где они ослов столько набрали? Дальше. Что вы понимали, это две тысячи цистерн. Эти нефтепродукты продаются... Две тысячи цистерн это штук 50 поездов, да? Да, да. Эти нефтепродукты продаются потом компанией, которая ввозила, вы помните, незаконно в обход украинского законодательства контрабандным путём... Ливелла. 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 Но продаётся после того, как эти нефтепродукты даются на реализацию, из этих нефтепродуктов только 10% попало в государство, с этих полутора миллиарда гривен. Одной компании, господина Тищенко. Я начал в интернете смотреть, а с кем же, возможно, из политиков может быть связан народный депутат. Я подчёркиваю, я не утверждаю. Но когда ты забиваешь фамилию Тищенко, ты получаешь сразу следующую фамилию. Пашинский. Пашинский какой Пашинский вы имеете в виду? 115 тысяч тонн нефтепродуктов, дизеля, 92-го, 95-го бензина. В то время, когда украинские танки... Теперь надо доказывать, что теперь у Пашинского не дочь проститутка, а два сына, да? Когда нечем было заправлять украинские танки, украинские... Украинские БТР и так далее. Есть у меня дополнительная информация, которая подтверждает мои допущения. Я её передам генеральному прокурору. Вторая история. Вы знаете, что несколько недель назад по центральным телеканалам мы узнали о том, что правительство, министерство энергетики через отдельные фирмы закупает уголь в ЛНР и ДНР. Я сегодня обратился... И дома открыла счета. Это я знаю точно, и обналичивала, и рассчитывала с налогом. В СБУ генеральному прокурору с тем, чтобы они предъявили подозрение отдельным членам правительства в финансировании терроризма. Поскольку эти деньги, которые мы платим за Донецкий и Луганский уголь, потом используются для вооружения боевиков. Я тебе скажу, хуже этот уголь не учтён. Простите, пожалуйста. И в окончании, собственно, своих слов, реплики, я хотел бы сказать вот что. Уверяю вас, создание Следственной комиссии месяц назад, который имеет невероятные полномочия, чтобы вы понимали даже право вызвать с приставами, привести премьер-министра, любого министра, депутата и допросить в рамках этой комиссии, уже сегодня бы дала возможность мне, как возможному его руководителю, или вот сидел мой коллега со свободой, мы предлагали его, как альтернативного руководителя этой комиссии, вернуть государству миллиарды гривен. Это деньги, которые бы использовались для студентов стипендий. Это деньги, которые бы были компенсаторами для модернизации, для тарифов. По крайней мере, не облагали бы налогам пенсию. Не облагали бы налоги пенсию. Это деньги для дорог, это деньги для армии. И как раз это полтора миллиарда для референдума, чтобы мы знали. Так украинский народ за нас не против. Потратите деньги. Понятно, спасибо. Сергей, Олегов, извините, пожалуйста. У меня, и, наверное, у многих здесь присутствующих, и, наверное, у многих зрителей возникает вопрос. Но вот вы говорите о том, что, возможно, уважаемый депутат Верховной Рады от Народного фронта, в прошлом исполняющий обязанности главы администрации, чуть ли не с господином Курченко, который в бегах находится, связан. Но это очень серьезно. Если это не обвинение, но, во всяком случае, это серьезное подозрение. Кто принимал решение, кто принимал решение передать в МВД эти нефтепродукты? Вот здесь сидит коллега из Одессы. Кто? Кто? Суд. Приморский суд. Кто мог в этих условиях... Давайте послушаем представителей. Кто мог повлиять? Господин Пашинского здесь нет. Он как будто предчувствовал... Я могу дополнить про Одессу. В последний момент мы его звали сегодня, как представитель Народного фронта, Тот Константин, в итоге пришел не Пашинский. Знаете, уважаемые коллеги, наверное, все-таки не ускоряется, что нас посадили рядом. Понимаете, Лен, но я очень прошу вас вести более толерантно. Вот вы только что сказали, это вы уже добавили, что возможно, имеет причастие и так далее. Я за то что сказал, я не удерживаю. Открываешь в интернете фамилию, я не помню какую, увидишь рядом другую фамилию. Ну это, понимаете, просто смешно. Кищенков, по-моему, уже. Да, Кищенко, Пашинский, рядом увидели фамилию. Это бывший бизнес-партнер Пашинского, я скажу уже откровенно. Есть проблема, есть вопрос, заявляйте. Вы только что говорили о преступлении. Мы в то же время сами совершили преступление. Я к вам отношусь глубоким уважением. Вы многих вещей не знаете тех, которые касаются экономической ситуации. Так я хочу узнать, и как любой телезритель. Я вам лично говорю, Тищенко, это бывший бизнес-партнер Пашинского. Жена Тищенко фигурировала в скандале, когда Пашинский навязывал ее на руководителя межведомственной следственной иллюстрационной и антикоррупционной комиссии. Точка. И это дает основание вас очернять фамилии, кого попало. Я как политик, который понимает, что многие коррупционные скандалы в стране прячутся под сукно. Например, вот я сейчас расследую коррупционный скандал, когда Укрпочта купила кассовые аппараты на 40 миллионов гривен, в два раза зависит стоимость. Украв просто на одной сделке 20 миллионов гривен. Укрпочта купил кассовую иванчук, который является правой руководителя. Одну секундочку. Иванчук, да? Давайте вот действительно простой пример, никого не обвиняю. Вот то, что есть действительно на поверхности, то, что есть в информационном поле. Господин Каплин сказал о том, что действительно принимал решение. Все одесские сайты были заполнены тем, что неизвестные вооруженные люди сливают... Вамилия председателя суда Пашинский? Одну секундочку. Я не трогал Пашинский. Я вам еще раз говорю. Я не называю никаких фамилий. Я вам говорю о том, что есть действительно в информационном поле. По решению суда были слиты тысячи тонн светлых нефтепродуктов и сырой нефти. Они уехали в неизвестном направлении. Ко мне обратились... Как они могли уехать? Ко мне обратились, как, соответственно... Ко мне обратились, как к депутату Верховного Совета, народному депутату Украины, обратились работники профсоюз Одесского нефтеперерабатывающего завода, который уже больше полугода не получает заработную плату. Люди не получают вообще ничего. А кому принадлежит Одесский нефтеперерабатывающий завод, вроде бы как, я не могу, опять же, утверждать, но, опять же, из открытых источников он принадлежал раньше фирме ВИТЭК. И это были те нефтепродукты, которые были арестованы, нефтепродукты Курченко, которые должны были пойти в возмещение тех убытков, которые нанесла компания Курченко. Где возмещение этих убытков? Я не называю никаких фамилий, еще раз говорю. Но возмещение этих убытков мы не видим. И на сегодняшний день это может быть мало. Это в связи с миллиардами, о которых мы сейчас говорим, это мало. Но люди, тысячи людей, там 600 работников, в пересчете на семьи, это тысячи людей не получают уже больше полного года зарплату. Эти нефтепродукты, которые там оставались, вот в огромном количестве, о которых мы говорили в известном направлении, они не были проданы? Загуглите, как говорит Каплин, любой одесский сайт, и вы увидите на эту тему... Деньги поступили, не поступили. Поступило, я скажу сколько, 7,2% от 1,7 миллиардов гривен. Вот здесь у нас присутствует представитель еще один комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Олег Суховский, он свободовец, он у нас опять из тех, кто приходит в студию впервые, немножко, наверное, ему непривычно, поэтому, значит, робко тянет руку. Пожалуйста, у вас микрофон открытый, на самом деле. Вітаю, шановное товариство. Вітаю, шановное товариство. Я бы хотел повернуться до Надеи Савченко еще. Не, погодите, вот у нас уже важная тема пошла. Вы что-нибудь про это знаете? Ну, по-перше, что касается сейчас... Мы, конечно, хотели створить темчасовую следовательную комиссию, но только проголосовали за то, чтобы была створена группа депутатов. И сейчас я очолю, власне, ту группу депутатов, которая будет расследовать те коррупционные действия уряда, про которые заявил Гордієнко. Мы, власне, уже проводили несколько заседаний. На первом заседании мы обратились к главе Верховной Ради, чтобы он продолжил работу этой комиссии до 2 червня, потому что есть много документов, есть много информации, которую нужно изучить. Также мы обратились к премьер-министра Украины и к главе Верховной Ради, чтобы обеспечить именно тех людей, которые дадут информацию о коррупционных действиях уряда. Это, в частности, и министры, и главы государственных предприятий, правоохранные органы, и также сам Гордієнко, экс-начальник Фининспекции. Мы поделили нашу работу на три блоки. Первый блок – это энергетический блок, где будут расследовать такие предприятия, как НАК «Нафтогаз Украина», «Укртранснафта», «Укргазвидобувание». В частности, я сегодня на часу вопросов к уряду вернулся к министра с таким вопросом про «Укргазвидобувание», которое в прошлый год выделило 1,3 млрд кубов газа, который должен реализоваться для населения Украины. А этот газ, НАК «Нафтогаз Украина», продав для комерсийных структур. Что? Это непрепустимо. А потом мы спросим, почему у нас в Украине в 5 раз дорожчий газ, когда мы выделяем приблизительно 20 млрд кубов газа, который может полностью обеспечить украинское население. Прошусь, Павел. Давайте, пожалуйста, завершите, потому что это важно, потому что украинское общество нужно информировать о нашей деятельности, власне, деятельности нашей комиссии. В частности, и пан Константин также входит в группу нашей комиссии. Наступный блок, это блок, который касается Министерства инфраструктуры Украины. И там мы будем проверять такие предприятия, как Укрзелезница, Укрпошта. Также будем рассматривать вопрос, если правомирно было приватизировано Укртелеком в Украине. Потому что это очень важно. Если не правомирно, мы должны вернуть Укртелеком в властность государства. Потому что это принципово. И третий блок вопрос, это, в основном, касается финансового и аграрного сектора. Вы помните, на заседании двух комитетов Генеральна прокуратура известила, информировала про расследованные уже факты. И уже нашли зловживание на 685 миллионов гривен. И я, как глава цієї группы народных депутатов, яка расследует факти коррупции в Ураде, зроблю все для того, чтобы те коррупционеры, которые раскрали государственный бюджет, не только им через суд повышали браслет, а они были притягиваться до криминальной бюджетности. Одну секундочку. Одну секундочку. И те гроши, которые были вкрадены, чтобы были повернуты назад до государственного бюджета. Одну секундочку. Как справедливо заметил кто-то из присутствующих, сегодня мы работаем чуть короче обычного. У нас не так много времени. И вот я попрошу, послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно, потому что есть важный вопрос, который я хотел бы задать всем. И попробуйте забыть, вот у каждого есть своя повестка дня, и каждый хочет обязательно что-то сказать. Но вот, смотрите, я над чем размышляю, что вот есть много доброжелательных, я подчеркиваю, доброжелательных наблюдателей за тем, что происходит в Украине. И я все чаще и чаще, вот вчера имел удовольствие разговаривать с выдающимся, я бы сказал, американским политологом, в прошлом недавнем послом Соединенных Штатов в Москве Майклом Макфоллом. Не буду вас, так сказать, давить авторитетом разных фамилий, но от многих уже слышу, что есть некое ощущение того, что как бы политическая элита, вот в широком смысле этого слова, и правительство, и президентская администрация, и парламент, как-то начинает там пробуксовывать, как-то начинает, знаете ли, терять, ну, что ли, ориентиры, приоритеты, если угодно. Всякий раз, когда возникает какая-то острая тема, я не знаю, прохождение каких-то законов, разговоры о коррупции, что-то еще, что-то еще, дело с точки с мертвой не двигается никак. И у меня просто возникает вопрос, а может быть, там, первоословие этой проблемы в том, что очень шаткая коалиция, и вот эту шаткость коалиции все по разным причинам боятся разрушить, почему вдруг то один, то другой начинает, нет, коалиция там стоит насмерть, коалиция стоит твердо, ничто ей не угрожает, ура, вперед, и тем не менее есть ощущение, что проблемы существуют. Вот прямо там подскакивает Иван Ленин, что-то хочет сказать. Продолжение того, что вы сказали, вопрос в том, что много демагогии, мало конкретных справ. Багато говорим, мало делаем. И в этом эта большая проблема. А что касается разговора про нафтопродукты, я могу вам компетентно рассказать одну речь. Давайте не будем, потому что мы сразу вернемся. Я вам задавал вопрос, а вы компетентно рассказать про компанию Укртранснафтопродукты, которая брала участь в тендере Министерства обороны на 30 тысяч тонн пального, которая брала участь в тендере Укрзалізнице на 50 тысяч тонн пального. И в одному, и в другом случае была переверена наявность палива. Но, наоборот, эта компания запропонувала нижнюю цену. Понимаю, почему. Потому что это были запасы Курченка, которые были куплены по совсем другому курсу. Но, в другом случае эта компания была сведена с тендера. И сейчас по закупиванию Минобороны уже открыто два криминальных проведения. Они находятся. Мы уже снизили по этой оборудке ціну на 110 миллионов гривен, потому что было неэффективное оборудование коштей. Так вот, продовжение наступное. Есть российские прислевления. Одна маленькая ложь передает большую неправду. Поэтому, шановные коллеги, когда мы что-то критикуем и готовим соответствующий видеоряд про уряд, про работу Пашинского, Тищенко или любого, давайте оперировать фактами. А факт есть то, что компания Укртранснафтопродукт есть в ней больное, что в меньшей количестве 50 тысяч тонн, что за рынковыми цинами становят больше миллиарда гривен. Поэтому, если есть факты, шановные коллеги, пишите заяву, давайте разом с нашим комитетом нацбезпеки и обороны, потому что коррупция это загроза безопасности и обороны нашей держави. Спасибо. Я, наверное, здесь один из самых независимых от политических корпоративных интересов, потому что выборов нету и политехнолог вне выбора может позволить себе свободно говорить, не привязанно ни к одной партии. Мне бы хотелось ответить действительно на вопрос, который был задан Евгением и, наверное, даже не Евгением, а его американским другом. Ну, как раз он этот вопрос не задавал. Я послушал его обширки. Ну, и спровоцирован, да, американским другом. Надо понимать две вещи. Вот одна вещь такая стратегическая, я бы даже сказал историческая. Надо четко понимать, глядя на Украину со стороны, что здесь происходит классическая буржуазная революция. И она происходит. И Майдан это было только начало. А у революции есть очень важные задачи. Вот одна из таких задач это смена элиты. А у нас... А также перераспределение власти и собственности. И многое чего. У нас абсолютизм Майдан сверг, а элита не сменилась. И поэтому мы видим процесс вот этой смены элиты. А смена элиты, к сожалению, происходит весьма... Вот если вспоминать французский момент, да, там рубили головы. Одни другим рубили головы. Мы живем более... у нас просто обвиняют. У нас просто обвиняют, обвиняют, скандалы, скандалы. И мы это видим на этой передаче. А второй момент, наверное, такой более тактический. Что произошло? Очень быстро течет время в Украине. И, например, прошлым летом была одна картинка по доверию разным политикам. Эта картинка показывала, что есть две основные политические силы, которые делят это доверие и берут максимум. Все остальные имеют мало. И когда они пришли в парламент, то, соответственно, распределение власти и ресурсов было в соответствии с голосами. Сегодня все прекрасно понимают, что социология изменилась. Что как раз эти две основные силы теряют и теряют очень сильно. А вот остальные набирают. Поэтому, когда вам говорят коалиция едина и не уйдет, это те, кто понимает, что если, не дай бог, будут назначены новые выборы, а это вообще нормально. Когда идет ротация власти, там, посмотрите, на Италию, то выборы, это как метаболизм в больном организме, он должен часто происходить. Одни понимают, кто говорит коалиция едина, что они потеряют. Это был период очень долгий, когда выборы были буквально каждый год, а иногда и каждые полгода. Совершенно верно. Это способ политикам выздороветь и что-то поменять. Еще страшного в этом не происходит. Основной конфликт в этом, что часть политиков утеряла доверие, а часть их набирает. Спасибо. Давайте, Виктория, приготовься, Тарасу. Шановные коллеги, я скажу просто, как человек, которая новообрана в парламенте и которая раньше занималась до Верховной Ради адвокатской заявленности. Вы уже успели разочаровать? у меня есть определенные разочарования. Я знала, что будет тяжело, но я не думала, что будет настолько тяжело работать. Но я хочу вам сказать, что сейчас прозвучали очень гучные звиноположения, очень гучные заявки. И особо я, как минулий адвокат, я была связана с правилами адвокатской етики и никогда без доказов не могла говорить, там, звинувачивать кого-то. Ну, это просто было непрепустимо. Поэтому мы должны обязательно зафиксировать эти факты. И если у вас есть доказы, то вы просто обязаны их довести до конца. Я уже направил Генеральную прокуратуру и я хочу обратить вашу увагу, что в некоторых европейских странах даже эта депутатская недоторканность распространяется на певные висловления в парламенте, в зале заседаний, для того, чтобы не обмежать депутата в своей деятельности. Однако она специально не распространяется на, например, политические дебаты или какие-то эфиры и так далее. Про что хочу сказать? Для меня очевидно, что документы... Уголовная ответственность не предусмотрена все-таки, согласитесь, Виктория. Условно говоря, за клевету тюрьму посадить не могут. За клевету не могут. Как гражданская ответственность привлечь могут. Конечно, за цивильную ответственность. Но для меня обязательно нужны такие факты, их нужно собирать доказы и подавать до правоохранных органов. Мне не очень нравится, когда звучит из эфира, потому что я не адвокатом пана Пашинского или пана Иванчука. Но мне кажется, что было бы честно подать все доказы в прокуратуру и потом сообщить о это парламент и, соответственно, обезьянно довести эту справедливость. Спасибо. Я должен поддерживать пану Пташник, что все-таки украинский политик должен быть ответственность за своих слов, которые говорятся, и все-таки связываться с действием. Если мы что-то говорим публично, например, шановные депутаты, это все-таки действие должно быть. Когда уже подана заявка, когда рассматривается, или вы хотите предъявлять звинувачение, хотя все-таки за решением суда, например, или говорить, что действие уже произошло. То, что говорил пан Кисельев, это правда. От Украины начинает сейчас стомливаться, потому что начинает задавать вопросы, что тут дальше происходит. Вы должны понимать, что мы для западных стран, что сейчас нас поддерживают, это випадковость, просто випадковость, так сбили собственный. В действии мы для них не понимаем, что страна, а какие-то такие белые папуасы, которые, ну, мы сейчас их поддерживаем, а если они не випадают нашу доверие, мы просто их покинем. Мы сейчас играем с огнем, пока мы продолжаем играть, которые до Майдана существовали, продолжаем скидывать звинувачения и так далее. Что касается коалиции, которая сейчас существует в парламенте, понимаете, одна вещь, если в коалиции одна из партий уже сейчас, соответственно, за социологическим опитыванием, втратила свой рейтинг до 3%, конечно, в нормальных странах это перевыборы, это нормальное явление, не следует этого бояться, если мы говорим про это. Потому что в политике всегда нужно быть честным перед собой. Если не проходят решения, если депутаты не могут собрать в парламенте 226 голосов, если их потом собирают телефоном, если он не работает в коалиции, то их фактически не существует. Давайте будем отсутствовать. Уважаемый коллега, пан Сергей, вот вы, в принципе, зарабатываете, зарабатывали свой имидж вот этими вот пустыми заявлениями и обвинениями. Ну, в добавлении к вам, вот вы сказали, да? Ну, возьмите тогда смелость, ответственность сказать, в течение какого-то разумного времени, если я не доведу то, что я сказал, вину, допустим, того там или того, пожалуйста, я как минимум извинюсь публично, а как максимум приду в суд и скажу, я виноват, а заопределите мне наказание. Отвечу. Вы же ни разу так не сказали и ни разу не ответили за свои слова. Да, тут пролунало, что международная стиль нота втомилася от Украины. Знаете, что правда? Украинский народ втомился от уряда и премьера. Украинский народ втомился платить потребительные тарифы, тогда, когда страна грабуется, когда 6 тысяч инспекторов в особе его керевника входит на студию, в ток-шоу и говорит, что страна за год разградена на 8 миллиардов гривен. Когда он входит и говорит мне в кулуарах, Сергею, как бы мне дали попрацювать, как бы мне дали возможность провести детальный анализ, это было бы 20 миллиардов гривен. Сергей, вы уже об этом говорили. И остальное. Я буду бороться, бороться и продолжу свою борьбу с коррупцией в Украине. И только через такие студии, публичность, мы можем змушать СБУ, Генеральную прокуратуру и МВС порушивать справу и под сильным контролем людей проводить эту работу. Вадим, минута у вас. Тут уже говорили про перевиборы, но почему каждый раз перевиборы, как и селити, стают не кращой. Поэтому перед тем, как проводить перевиборы, нужно изменять выборную систему. Все-таки переходите на открытые списки, потому что закрытые списки мажоритарная система формует негативные лифты. Это когда не краще выходят наверх, а иногда навпаки. А вот покажите, пожалуйста, у нас было голосование на сайте. Я хотел бы, чтобы до конца программы мы смогли посмотреть. Вот к вопросу о том, кто разваливает коалицию. Вот смотрите, что думают зрители. Агенты Кремля 7%, противники реформ 11%, популисты чуть больше 15%. И абсолютное большинство говорит, что коалиция сама разваливает. Знаете, я хочу сказать противоположное, позвольте мне, пожалуйста. Я очень критично всегда отношусь и знаю, что такое коалиция. Я была против того распуска парламента. Сейчас народ подтверждает, что тот парламент работал как бы лучше. Я хочу вам сказать, что коалиция... Какой тот, простите? Ну, прошлый, седьмой создатель. Но это социологические исследования. Господа, подождите. Я хочу вам сказать, коалиция это живой организм. Каждая партия пришла со своей программой. Каждая партия отставит свои ценности. Мы впервые учимся находить паритет. И нужно говорить, что правильно последнее заседание показало. Хорошо сказала, замечательно сказал Олег Березюк, что нужно чаще встречаться. Часто говорит о том, что... Скажите мне, пожалуйста, назовите хоть одну партию, которая не хочет выйти к избирателям и сказать, что мы побороли коррупцию. Господа, если мы ее не поборим, никакое оружие не поможет. Вилами вынесут. Потому что... Юрий, в результате ее не собирают. Поэтому я хочу сразу только сказать. Юрий, я вам скажу одно, что развалит коалицию. Вот та дискуссия, которая сегодня в парламенте про коррупцию, она может поменять министра и треба наказывать одного, другого. Но это не развалит коалицию, потому что мы понимаем, что сегодня в коалиции нет кого-иншего залучать. Кого? Хомутинника группа? Кого? Опозиционный блок? Кого сегодня? Там Еремеева? Нет. Развалить коалицию может только одно сегодня. Вот это, что началось на этом неделе, когда Луценко заявил, что против семи депутатов Верховной Ради открываются криминальные справки, которые будут притянуты до ответственности. Иггене. Когда заканчивается дискуссия, а начинается погроза прокуратурой и депутатам, вот это и есть уже. Когда политика уходит в сторону, и начинается неполитика. Думаю, мы бы сегодня хотели... А можно микрофон? А, микрофон, просто... Игорь Алексеевич, время заканчивать. Буквально 30 секунд. 30 секунд, я буквально скажу, что, конечно же, украинцы... Наши американские гости должны сказать... Если требуется помощь, украинцы должны помочь, в первую очередь, сами себе. Но я вам скажу, что со стороны американца теперь уже, что в Америке есть все-таки желание помочь Украине. И если говорить о сейчас предстоящих выборах, Хилари Клинтон, она сейчас один в поле войны со стороны партии демократов, так и все абсолютно... Республиканцы возможны. Да, партии республиканцев на пост президента. Все абсолютно заняли абсолютно жесткую принципиальную позицию по отношению к Европе и готовы помогать Украине, и готовы помогать санкциями, которые, я должен сказать, все-таки работают, и которые Путин очень сильно боится. Спасибо, Дмитрий. Украина нужно привести свой дом в порядок. Отлично. Надо привести свой дом в порядок. На этом мы прощаемся и встретимся с вами теперь 8 мая, накануне праздника Победы. Спасибо.